Примерно в 22.30 в воскресенье было совершено ограбление одного из гастрономов города по адресу Хизруева, 37, сообщил на аппаратном совещании заместитель начальника ОВД Магомед Настихалилов. Помимо этого, на обсуждение вынесли вопросы, касающиеся работ по благоустройству нового мусульманского кладбища, а также инвентаризацию рекламных счетов, расположенных на территории Каспийска. Уже не первое совещание глава муниципального образования Магомед Абдулаев пытается выяснить точную сумму за аренду рекламных счетов. Которая могла бы ежемесячно пополнять доход в городскую казну. Однако, как не бейся, добиться определенности сложно. Начальник отдела земельных и имущественных отношений Магомед Хусруев ссылается на ранние заключенные договоры, а также постоянно меняющуюся архитектуру города. Таким образом, на сегодняшний день в Каспийске расположено 205 рекламных конструкций, которые в лучшем случае принесут городу около 180 тысяч в месяц. В согласном положении по оплате за распространение наружной рекламы у нас есть положение разработанное. Там идет 20 рублей за квадратный метр в месяц. Есть коэффициент в зависимости от расположения рекламного счета в городе. То есть, если он в центре, коэффициент 1,5 идет, в зависимости от удаленности и менее привлекательный до единицы. Далее главу города интересовал вопрос благоустройства территории нового мусульманского кладбища. Часть работ завершена, доложил начальник Саначильский Ахмед Чупанов. Затронули и тему единого государственных экзаменов. 25 мая в Каспийске, как и по всей стране, выпускники вспоминали уроки литературы и географии по выбору. Все пункты приема экзаменов готовы, все проходит по алгоритмам, доложил начальник управления образования Сулейман Абдуразаков. Так готовы, провели последние звонки без происшествия. Канкадские департаменты. Да, готовы они все. Обошли, вчера тоже обошли. Пункт приема экзаменов. Далее слово взял исполняющий обязанности главы администрации Нух Ахмедов, который подчеркнул, что за прошлый квартал налоговая инспекция недосчиталась 6 миллионов. В связи с этим усложнилась ситуация с бюджетом. С этого дня ввести мораторий на любые покупки и приобретения. Мы рискуем оставить беззаработную оплату бюджетников, предупредил Нух Ахмедов. Состояние бюджета архи-архи-архи опасное. Поэтому открыто говорю, все платежи приобретения отложить. Ни одного приобретения не делать. Деньги только на заработную плату. Если кто-то что-то после этого дня приобретет, я за ваш счет заставлю на него платить. 46 чем-то миллионов, по-моему, да? Да, 46 чем-то, 6 миллионов. Значит, наши не собрали за первый квартал подоходный налог. Извините. Значит, республиканский бюджет нам в прошлогодние деньги, которые наши, нам не возвращают. Там порядка 17 миллионов. Докладывая о криминогенной обстановке, Магомин Асих Халилов сообщил об ограблении, произошедшем в воскресенье ночью. Примерно в 22.30 в гастроном по улице Тахизроева, 37, ворвались двое неизвестных и, по словам продавца, угрожая оружием, забрали дневную выручку – около 35 тысяч рублей. Вчера ночью у нас разбой произошел в гастрономе 37, по улице Тахизроева, где двое неизвестных лиц в масках зашли, забрали деньги в сумме 35 тысяч рублей. Она остается пока на распитку, работа продолжается. Говоря о чрезвычайных происшествиях, начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Шахбан Гасанов рассказал о серьезной аварии, в которой пострадало два человека. А также на неделе пожарные расчеты выезжали по адресу Гамзатова, 53. После обсуждения основных вопросов и раздачи указаний совещание объявили закрытым. Заира Гамзатова, Алексей Колесников, Новости Каспий-ТВ.